Добрый день, портал Инсургент, фестиваль Эпикон. И с нами... Ардин Люци Скелум, персонаж из Файнал Фэнтези 15. Это ваш первый или какой-то второй, третий опыт участия в фестивалях? Не, это уже... Я в косплее 5 лет. В этом году исполняется 5 лет. У меня уже это второй костюм. Первый костюм был тоже из Файнал Фэнтези, но другой части. И вот уже сколько? Два года уже я вот в этом костюме улучшаю, улучшаю его. Будет еще один образ этого персонажа, но более легкий, более другой характер. Этот персонаж, он больше такой... Он антагонист этой игры. Он двуличный, он, значит, такой... Ну, всех главных персонажей, которые в этой игре, он загоняет в ловушку. То есть преследуя какие-то свои цели, мести там и так далее. Но из-за потрясений, которые были в прошлом, естественно. То есть вот так вот. И, естественно, отчасти добивается этого всего. Вот. А что еще? Вы, получается, в том году этот же костюм, но что-то вы изменили, да, вы говорите? А что именно добавили? Ну, смотрите, вот здесь крафт добавлен. То есть раньше его не было. То есть, например, также меч добавился официальный у него. Вот. Потом, естественно, немножечко пошили вот здесь, то есть рубаху. То есть много тканей очень на этом персонаже вообще. Вообще, видите, разные персонажи бывают. То есть у меня ткани больше, чем крафта, допустим. Ну, вот крыло как украшение, да, вот, допустим. Только по времени крыло, вот, меч. Вообще, это все, значит, вообще весь костюм готовится, получается, у меня уже два года. То есть он постоянно, постоянно что-то новое, допустим. Ну, не каждый месяц, естественно, это подольше. То есть, в принципе, как бы первоначально он готовился семь месяцев. С декабря 16-го года по июль 17-го. То есть семь месяцев, представьте, это большой срок достаточно, да. Вы сами, да, его изготавливали? Нет, у меня есть знакомые, которые очень хорошо делают. То есть швия, которые там и коллекции какие-то шьет, да. И крафтер замечательный, вот, который мне крыло сделал, и теперь еще и меч. И вот эти вот штуки. А какой материал? Это, значит, здесь штукатурка поверх. Он вообще напечатан на 3D-принтере цельно, да. То есть и там материал, если я правильно вспомню, поли, какой-то там пропилен, что ли, еще что-то. И вот эти тоже из этого напечатаны. А это из Ева пена сделано. То есть из Ева вот такой вот материал. Можете потрогать. А, он все очень легенькие, да. То есть вот так вот. Но зато нет, им можно махать. Смотрите, вот так вот. Как-то сегодня вот выступали там. А, выступали, да. Как вам, понравилось? Мне понравилось, да. Мероприятие в целом мне понравилось. Сервис, вот. Сцена маловато. Я боялся, что я просто, ну, не впишу сцену, потому что там боевые сцены были. И как бы, ну, понимаете, тоже. И ролик на 3 минуты. Ну, как бы, сцена на 3 минуты такой. Там еще говорить надо сюжет. Вы хотели, чтобы побольше времени было или поменьше? Я хотел, чтобы сцена была побольше. Вот. Потому что, ну, как бы, маловато. Маловато. Потому что я там бегал. И все. В общем, вот так. А в каких-то еще участвуете в фестивалях? Да. Я участвовал и на Игромире. Я участвовал и на Хинаде, GFS, Тагучи. Ну, и на одном из западных это Gamescom. Одна из крупнейших игровых выставок в Кёльне в 2017 году. Вот. То есть, вообще, мне так понравилось. Западное сообщество косплееров, оно даже другое вообще. Отличается, да? Очень сильно отличается. А чем именно? Ну, они, во-первых, менее придирчивы, знаете, к вашим вот-вот. У тебя здесь не так. Они более лояльно относятся. Ну, это вот такое вот сообщество. Хотя есть и вот в Америке, например, это, насколько я слышала, это вот кто, Blackface, это вот кто делает грим на черных персонажей, на темных, да? И как бы за это их ругают. То есть, есть такая проблема вот в Америке особенно. А так, в принципе, они другие. Они более добрые какие-то. Вот. У нас есть тоже люди такие компетентные. Но есть и такие, которые... То есть, вот в этом есть проблема токсичности какой-то вот косплеерного сообщества. Это именно судьи или зрители тоже? Вообще, вообще. Вот просто вообще. То есть, и коллеги-косплееры, которые могут. То есть, у меня тоже были такие ситуации. Ну, я, в принципе, смотрел на это как бы достаточно спустя рукава. Нет, ну, как бы, понимаете, если, значит, человек хочет помочь, и он говорит, вот у тебя здесь не так, я бы вот так вот сделала и сделала, да? Тогда это одно. А если это просто фу и как бы ничего не объясняет, но это как бы, вы сами понимаете, не то. Это не помогает. Какой следующий фестиваль, в котором вы будете участвовать? Ну, я вообще планирую, возможно, на тот фест. Это в Подмосковье, локация Пилигримона, по-моему. А, знаю. Вот где пиратский корабль, вот это... Где фильмы снимают. Да, да, очень красиво. Я бы хотела хотя бы, даже если не аккредитоваться, то хотя бы просто попасть туда и сделать фото, там, видеоконтент еще какой-нибудь. Вот. Ну, а, естественно, конечно, хотелось бы куда-нибудь за границу съездить, типа, там, итальянских каких-то фестивалей, европейских каких-то интересных конвенций. Потому что они отличаются и организацией, и вообще, ну, много чем отличается, да. А в Китае, Японии, там, наверное, вообще это просто феерично должно проходить. Там, да, да, потому что там, как бы, родина косплей, это оттуда вообще. И, как бы, ну, вот я бы, конечно, хотел очень съездить на крупнейшую выставку тоже игр Tokyo Game Show. Она в сентябре проходит. И вот, ну, туда дорого пока ехать. То есть на Gamescom у меня еще денег, как бы, есть. Но вот на Tokyo Game Show, ну, это долгий перелет, понимаете, как бы, и вообще. А так, да, конечно, конечно. Там и косплееров много, и игр, и вообще. Вообще я, у меня же игровой косплей, у меня не по комиксам, не по фильму. У меня как-то так сложилось просто. Поэтому я больше так вот к играм именно тяготею каким-то. Вот. Ясно. Спасибо вам большое. Удачи вам. Всего хорошего. Спасибо.